Итак, детишки, сегодня у нас Дональд Висит, забытый день рождения. Так называется книжка. Про поросенка, который учился летать. Однажды поросенок, а звали его Икар, пришел к волшебному источнику и попросил. Исполни, пожалуйста, мое желание. Поросенку давно уже хотелось научиться летать. Недаром его звали Икар. Если тебе очень хочется, я могу сделать так, что ты полетишь, сказал волшебный источник. Только для этого тебя сначала надо превратить в птицу. Нет, я хочу быть поросенком. Поросенком, который умеет летать, сказал Икар. Но поросята не могут летать, возразил волшебный источник. Икар очень огорчился и пошел домой. По дороге он думал только об одном, как бы все-таки научиться летать. На другое утро пораньше он отправился в лес и попросил каждую птицу дать ему поперышку. Ну, конечно, они ему дали. Наверное, ты хочешь научиться летать? Спросили они. Да, ответил Икар. Он склеил перья воском и получились крылья. Потом поднялся на вершину горы у самого берега моря. За ним следом забрали сюда кошка, мышка, птичка и два кролика. Целая компания жуков и даже улитка. Всем хотелось видеть, что у него получится. Икар привязал крылья, взмахнул ими и полетел. Вот это было счастье. И все зрители тоже радовались. А самый маленький жучок чуть не умер от восторга. Икар поднялся высоко-высоко, почти до самого солнца. Ай да поросенок, ай да молочина, нахваливал он себя. А волшебный источник еще говорил, что поросяты не могут летать. Могут. Но от солнечного жара воск растопился и крылья по першку полетели вниз. А за ними следом и сам поросенок. Он несколько раз перекувернулся в воздухе и полюхнулся в море. Бедный Икар совсем промок. Хорошо еще, что он благополучно доплыл до берега и бросился бегом домой к маме. Не огорчайся, мой маленький Икар, сказала ему мама. И ты все-таки летал. И она крепко обняла его. Все друзья пришли к нему в гости. И мама приготовила им чай с пирожным и джемом. Поздно вечером Икар побежал к волшебному источнику. Он перегнулся через край колодца и, глядя на кроханный кружочек воды, на самом дне сказал. Ты прав, поросята не умеет летать. И по щеке его скатилась слеза. Выше головы, сказал волшебный источник. Ты все равно молодчина. Ты прав, поросята не умеет летать.